Изменить жизнь к лучшему. Таков негласный девиз большинства проектов, реализуемых студентами российских и чувашских вузов. О том, какие инициативы и идеи были одобрены экспертами, говорили на пресс-конференции Министерства образования и молодежной политики Республики. Грантовая поддержка социально значимых проектов – весьма эффективный инструмент решения важных общественных проблем. И очень хорошо, что молодежь это стала понимать. С каждым годом желающих осуществить свою идею становится все больше. Самое главное – сейчас есть возможность нашей молодежи реализовать те интересные идеи, которые у вас всегда не были, есть и, надеюсь, всегда будут. А наша задача – помочь вам, научить того, чтобы вы могли свои идеи воплотить в жизнь. Грантовая система многообразная и обширная. Есть фонд президентских грантов, различные всероссийские конкурсы, проекты Приволжского федерального округа. Получить финансовую поддержку такого уровня – дело непростое. Наши ребята на самом деле начинают больше осознавать, что такое смета, что такое план, как его реализовать. То есть обращать внимание не просто на эмоциональный план своего проекта, а именно на то, как они его будут реализовывать, кого они привлекают в команду. Они более детально подходят, более продуманно. Они понимают, с какими сложностями они могут столкнуться. На пресс-конференцию пришли победители различных конкурсов. В числе грантополучателей – студенты различных вузов. Дмитрий Кашеваров в конце сентября уже проводит спартакиаду студенческих отрядов Приволжского федерального округа. Этот проект одобрен фондом президентских грантов. Уже заявлено 11 регионов, но вполне возможно, что регионов станет больше. 16 числа мы заявки принимаем. Ждем всех на эти мероприятия. Мария Белова решила помочь не очень здоровым детям. У ее проекта весьма символичное название – «Радость детства». Она победила во всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц. Проект этот – это, наверное, моя душа. По статистике, каждый ребенок в возрасте, почти каждый ребенок в возрасте до 15 лет находился на круглосуточном длительном стационарном лечении. И помимо того, что там обеспечивают физическое здоровье, им не хватает психологической поддержки. Потому что, как правило, дети находятся одни. Без родителей, без близких. У них нет доступа к друзьям, кроме как социальных сетей. И, соответственно, их психологическое здоровье падает. А как мы знаем, психологическое здоровье оказывает влияние на физическое здоровье. Чтобы таких добрых проектов стало больше, надо учить ребят искусству составления грантов, считает главный федеральный инспектор по Чувашии Геннадий Федоров. Работа в этом направлении уже ведется, но надо сделать ее более целенаправленной.